Установят ретер-карусели и увеличат мощность освещения. Летом 2020 года парк имени Щерса заиграет новыми красками. По просьбе жителей здесь должны установить скульптурные композиции и сделать прогулочную зону удобной для людей всех возрастов. К работе будут привлекать самых талантливых выпускников Самарского государственного университета путей сообщения. Они должны помочь городским властям решить проблему с арт-объектом «Паровоз». Мы обратились к ним, чтобы они документацию нам сделали на этот «Паровоз». Ну и помогли в этой переслокации его. Ну, провозят кликнулись. Жители дворов на Революционной решили принять участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Уже весной их двор начнут приводить в порядок – ремонтировать дороги и устанавливать спортивные и детские площадки. Делаем детскую площадку. И здесь, ближе к нам, делаем площадку со спортивными тренажерами. Освещение здесь уже есть. Ну и, соответственно, дороги. Жители домов номер 21 и 23 по Гагарина пожаловались в твиттер главе города на некачественную уборку дороги. Дворники с работой не справляются. Проезжая часть покрыта толстым слоем ледяной корки. Елена Лапушкина поручила главе района Вадиму Тюнину взять вопрос под личный контроль. Проблему должны решить в ближайшее время и привести дорогу в порядок. Недобросовестных коммунальщиков будут наказывать рублем. Те же, кто оплошал впервые, отделаются предупреждением. Специально настраиваем работу таким образом, чтобы, в общем-то, не рубли собирать, а заставить управляющей компании работать на территории. Но, к сожалению, даже сегодняшний объезд выявил кое-какие недоработки. Безусловно, мы их сейчас будем быстро исправлять. Еще одно обращение из твиттера к главе города поступило от жителей дома на партизанской 143. Аттракционы на детской площадке давно устарели. Ребятишкам негде играть. Летом детскую площадку обновят. Вы нам помогите, пожалуйста. Может быть, детки-то... У нас вообще детей-то очень много. Как бы два общежития. У нас поселки с двух сторон. Дети идут, потому что там тоже ничего нет. Жители железнодорожного района с Волгина, обратившиеся к главе города на личном приеме, рассказали о своей проблеме на месте. Они попросили Елену Лапушкину решить вопрос с автомобильным трафиком. Уже совсем скоро в частном секторе установят несколько лежачих полицейских, а также дорожные знаки с ограничением скоростного режима. Городские власти должны решить проблему с оживленным движением и у 37-й школы. После того, как у учебного учреждения появился суд, трафик увеличился. Чтобы не подвергать жизни, здоровье детей опасности, здесь установят шлагбаумы. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, летом 20-го в Самаре будут ремонтировать дворы во всех районах города. Специалисты приступят к подготовительным работам с наступлением весны. Мэри Елчана, Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События.